Всем привет! Играем в фазмофобию, соло, кошмар, риджвью, корт. Он же раньше был риджвью роуд. Я совсем забыла, что он теперь корт. А у нас маршек кемпер, благовония, сбежать. Рассудок ниже 25. Пожалуйста, вынь да положь. Погода у нас ясная. Погода была ужасная. Принцесса была прекрасная. Так, Константин наблюдается, на полу валяется. У меня сегодня все в стихах. Кукловуду лежит и ушами шевелит. Текс, гараж нам не привлекателен вообще ничем. Тут тебе ни щитка, ни мест для пряток. А, вот сюда, да? Спасибо. Спасибо, да, я сюда непременно зайду. Призрак приглашает нас, кажется, к себе. Ага, щиток наличествует. Свет включили. Там вдалеке есть нычка. Тоже неплохо. Сейчас только надо понять, где у нас господин призрак. Все же наверху или внизу. Давайте пока возьмем отпечаточный. Посмотрим, что у нас там с ручками. А уже потом пойдем искать все остальное. Нам сфоткать надо? Не надо. Нет, не наблюдается. Печатка здесь 16. Я думаю, что все-таки у нас подвал. Нет? А как так? Коридор? А как так? Столовка. Столовка. Не столовка. А вот это вот место? Вот это вот место. Гостиная? Тогда я не понимаю. Ну, явно не кухня. Вот это вот место? Или столовка? Ну, призрак, ну выходи. Заклебал. Ты молодой. Ты злишься. Дай мне знак. Ты здесь. Ты молодой. Опачки. Не Мара? У нас не может быть... Не может быть Мара. МП-5. МП-2. Блики, конечно, очень красивые. Нифига не видно. Ты молодой. Ты злишься. Дай мне знак. Ой, ну и дурак. Опять все в рифму. Это катка в рифму. Она заколдована. Есть у меня некие вопросики к этому призраку. В частности, не близнецы ли он? А этот вопрос я задаю практически всем призракам, которые внезапно выдают МП-5. Потому что мало ли. Где лопатка? А, вот он. Чпоньк. Очень не видно. Слошные страдания. Пойдемте посмотрим, где мы будем прятаться на случай всяких необычных обстоятельств. Я все еще не понимаю, где комната призрака, если честно. Ну, здесь и все. И хватит. Здесь не можно. Вот здесь еще можно. Это я. Это не перещелчок. Так, ну и чего? Ну, а? У кого-то длинные руки. 8,8. Ну, это много. 3,9. А, вот 3,9 мне нравится. 3,9 зашибись. Это что такое? А, это он картинку скинул? С двумя котиками? Что-то какое-то близнецовство здесь происходит. А почему котики так вот вертикально стоят? Они же лежат. А кто-то их вот так вот поставил. Типа, смотрите, у меня коты лезут по подоконнику вверх. Лежать за благовошит рассудок. Может быть, горю? Может быть. Может, у меня горю? А вдруг горю? Резрак просто вообще ничего не делает. Он кинул... Открыл дверь, включил свет, кинул картину. Причем не при мне. Фотографию. Ну и, в принципе, решил, что его работа здесь закончена. Может, это тенюха? Тенюха должна писать в блок отец. Тень, тень, тень. Ну да, минусовой там не наблюдается все-таки. Либо минусовая где-то вообще в другом месте. Тогда у нас близнецы. Меня саму смешит, конечно, это про близнецов. Как бы извините меня. Отчего они так часто попадаются? Все, уехал? Какие у тебя здесь минусовая? Вот я афигею. Ладно, не афигею. Ну а куда? Чего? Вот уехал. Уехал, да? Мальчик уехал. Или девочка? Ты кто? Девочка. Сюда? Ты молодой. Ты злишься. Дай мне знак. Ты здесь? Вот это хорошо видно. Вот это прям отлично. Прям красиво. Все остальное странненько. А. Это мой фонарик. Я уже думала пар. Я не понимаю, где призрак. Я сейчас пойду возьму себе зажигалку. Я, наверное, буду атаку вызывать, потому что о чем мне делать? Я не понимаю, где мне раскладывать оборудку. Я не удивлюсь, если сейчас где-то минусовая просто тусит. Просто даже не рядом. Сюда. Сейчас мы посмотрим. Бежать, если что, наверх. Из гостиной. Из гостиной. Из гостиной. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Jajig Продолжение следует... Не должен быть мюллинг, потому что слышу ее примерно одинаково и голос ее, и топот. Я думаю, тут без сюрпризов. Вряд ли это мюллинг, а вот дух или тень. Ну как будто бы должна быть тень по всем канонам. На кукле я на скопы разрядилась-то, интересно. Ну я не знаю. Должно было меня хватить. Кукла на 100% разряжает или процентов на 75%. Но в любом случае я уже в зоне риска. Половилочку. Разошлась. Разошлась. И перешла, по-моему, в столовку. Марша наша. Наша марша. Ну, я думаю, что все-таки тень. Хотя полторы минуты, вот прошло уже с опором. Может, это невнятный дух? Но сейчас она, смотрите, разошлась. Я не беру в расчет тот момент, когда я теребила куклу. Но вот сейчас конкретно она, вон, видите, две двери открыла. Вилочку кинула. Что-то еще кинула. И бесится достаточно сильно. Не знаю, совпадение или нет. Скорее всего, совпадение. У меня почему-то вот духи после обкура. Они как будто таким образом выражают свой протест против того, что они не могут начать охоту. И они начинают себя вот так вот вести. Просто там все раскидывать. Устраивать дестрой, теребить двери. Две минуты прошло плохо. Некачественно. Две минуты прошло плохо. Ну, засекла еще раз повторно. Что делать? Надо еще одна благовушку взять на всякий случай. Не получилось первая проверка. Поскольку... Не, ну, может быть, и получилось, конечно. Он начал охоту раньше, чем три минуты. Что как будто бы говорит нам, что это не дух. Но давайте проверим еще раз. Потому что мало ли чего. Благовушка еще есть. Хотелось быть все-таки уверенным в выборе. А не вот это вот все. Тем более у нас вот уже сейчас полторы минуты на исходе. Что-то непонятно. Я только начинаю верить в тень. Она не атакует через полторы минуты. Я начинаю думать, что это дух. Она атакует через две. То есть она просто плюет на все проверки на мои. Две минуты сейчас после обкура. Там же дверь открыта. Не хочу тратить просто благовония. Но у меня последняя, как видите. Так, ну сейчас дело движется к духу. Ну давай, Марша. Пыталась под тень закосить. Не вышло? Три. Давайте еще один. Эй! Красотка! Иди сюда. Иди сюда. Апу. Иди сюда. Иди сюда. О, вон. Иди сюда. Иди сюда. Такс, ну, последняя, последняя засечка Благовония у меня нет, поэтому буду позорно прятаться в шкафу Если вы не понимаете, что происходит Типа, что я делаю Почему я стою около шкафа и жгу благовония, рассказываю У нас сейчас идет выбор между духом и тенью Соответственно, на кошмаре мы никак не можем понять Дух это или тень, потому что у нас не будет третьей улики Но мы можем это понять по косвенным признакам Одним из таких признаков является отсутствие охоты В течение некоторого времени после обкура благовония У всех призраков этот период составляет полторы минуты У демона минуту, а у духа единственного среди всех три минуты Соответственно, после каждого обкура я засекаю время Вот у меня тут телефон стоит, включаю секундомер И смотрю, когда, собственно, следующая атака Если атака начнется через полторы минуты То это не дух Если после трех, то это дух Проверка, конечно, ну где-то в 90% случаев рабочая Но иногда дает осечки, имейте это в виду Плюс хорошо бы убедиться в том, что вы разряжены в ноль Прежде чем начинать такую проверку Потому что если вы не на нуле Там могут случиться разные приколы Нет, не три ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА